По традиции празднование Навруза начинается за несколько часов до рассвета. Молодые юноши и девушки собираются вместе, танцуют вокруг костров в яркой, красивой и цветастой одежде, чтобы оставить в уходящем году все плохое. Громкая музыка карная национального духового музыкального инструмента и бубнов отпугивают злых духов. Когда гаснет последняя звезда, люди расходятся по улицам, чтобы возвестить о начале нового года. Кто-то потом идет праздновать домой, но большинство идут в Наврузго. Самые красивые и нарядно одетые девушки едут на праздник в каретах. Кстати, Наврузгох – огромный развлекательный комплекс, построенный более четырех лет назад, специально для празднования Навруза. Сюда сегодня съехались десятки тысяч таджикистанцев с разных концов республики. Вокруг комплекса установлены более сотни резных деревянных топчанов. Все заняты представителями какого-то района столицы или других городов и сел. Здесь они раскладывают традиционные угощения для тех, кто пришел отметить Навруз. Каждый старается выделиться и украсить свой дастархан как можно красивее. Красивый дастархан, песни, пляски, театрализованные и цирковые номера. Люди стараются привлечь к своему топчану как можно больше народу. Так веселее и перед соседями прихвастнуть нужно. Дескать, вот как мы умеем веселиться. Главное праздничное блюдо на дастархане – сладкий суманак. Его готовят из пророщенной пшеницы, символа Навруза. Существует несколько легенд о появлении этого лакомства, но все они сходятся на том, что суманак наделяет людей физическими и духовными силами. Три дня пшеницу замачиваем в воде. Затем 12 дней нужно проращивать ее. Пропускаем ростки через терку или дробим камнем в ступе. В котле варим на хлопковом масле с добавлением муки. Один день и одну ночь. Вместе с соседями, подругами. А чтобы суманак получился действительно вкусным, обязательно при приготовлении нужно петь песню, которая так и называется – суманак. Но какой настоящий праздник в Таджикистане может обойтись без плова, приготовленного на костре? Издревле, таджики – не один праздник. Ни одну свадьбу или Навруз не проводили без плова. Плов – самая любимая наша еда. Его нельзя ни с чем сравнивать. А в самом Наврузгохе таджикистанцев поздравил президент страны Эмуали Рахмон. Навруз приносит нашему народу не только радость и веселье, а является временем созидания и облагораживания. Способствует благоустройству каждой семьи, населенного пункта, города, района, в целом благоустройство нашего края. Навруз, состоящий из таких гуманистических качеств, как добро, прощение, любовь, созидание и благоустройство, превратился в международный праздник, который отмечают во многих странах мира. Торжества на сегодня завершились театрализованной программой, в ходе которой были представлены особые обряды – обычаи, танцы, всемирного Навруза. А вот дома в этом году жители страны будут отмечать Навруз скромнее, чем обычно. Как говорят пришедшие на праздник, цены выросли, а доходы наоборот уменьшились. Честно говоря, мы готовились, но закупались не так, как обычно. Потратить на все поменьше. Если так подумать, ну, если не вдвое меньше накупили, то на четверть точно. Мы скинулись втроем и пригласили своих друзей домой. Каждый своих – одноклассников, друзей, соседей – потратили где-то 1600 самани. По сравнению с прошлым годом стало все дороже. Если так, на вскидку – минимум на 10%. В Таджикистане Навруз будут праздновать до 24 марта. В эти дни состоятся традиционные соревнования по национальному виду борьбы, скачки, концерты. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Анушервон Арипов. Продолжение следует...